Евгений Пригожин составил инструкцию для боевиков в случае устранения командования ЧВК «Вагнер». Как сообщает Унян, ссылаясь на телеграм-канал ВЧК ОГПУ, согласно этой инструкции, после подтверждения смерти главарей боевиков, исполняющим обязанности в главы ЧВК стал командир с позывным «Лотос». Новый командир вагнеровцев будет представлен после похорон Пригожина. Как сообщает телеграм-канал ВЧК ОГПУ, ссылаясь на собственный источник, когда большинство боевиков ЧВК выезжали из Беларуси, командирам в строгом порядке объявили, отпуск всего на три недели, а потом большая часть группы поедет в Африку. В частности, известно, что самые боеспособные подразделения высадятся в Ливии и Мали. Но теперь из-за гибели Пригожина группировка в Африке в неопределенности и страхе за судьбу. Скорее всего, все находящиеся там наемники примкнут к Министерству обороны Российской Федерации. Следственный комитет России объявил, генетическая экспертиза подтвердила смерть Пригожина на борту самолета, потерпевшего крушение под городом Тверь. Личности всех десяти погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Тело Евгения Пригожина в воскресенье 27 августа забрали вагнеровцы. Его везут в Санкт-Петербург, где запланированы похороны. Санкт-Петербург